Всем привет! Это канал Turkish People. Мы по-прежнему на шопинге, ходим и по дороговому центру 5M Migros. Сюда удобнее всего приехать туристам, отдыхающим в Кемере, ну и тем, кто проживает у нас в Куни-Алты. Там тоже ведь много отелей есть. Ну и те, кто живет здесь, тоже знают про этот магазин Karadzha. Правда, кто проживает в Анталии, обычно приходит, посмотрит, а покупает в интернете. Потому что в интернете выбора немножко побольше. Мы покупали здесь посуду, гранитный сет. Очень нам нравится, пользуемся больше года. Кто смотрит рецепты Юсуфа, регулярно видит эту посуду. Вообще в этом торговом центре все магазинчики небольшие, зато очень много магазинов есть. Вот две? 240 лирс такой сет с такими ручками, пластмассовыми, но гранитная посуда. И вот с крышкой такой, прозрачной. Я покупала и своим родителям, маме, там был сотейник и сковородка. Очень мне понравилось. Белого цвета брала. Вот так вот уж 330. Ой, смотри, тут же есть сковородки. Вот это хорошие сковородки, на них жарит стейк гранитный. Нарикленный. 260 лир стоит. Посмотрите, у них даже есть в комплект две турки гранитные. Стоит 90 лир. А вот это, кстати, жарит, готовит яичницу, турецкую мини-мен. Да что угодно можно готовить. Стоит 189. Еще у них есть скидки. Если много наберете, здесь тоже стоит, что 500 лир возьмете, на 100 лир вам скидку сделают. Да, и доски продаются. И здесь внизу сколько всего интересного. И большие, и маленькие кастрюльки. Маленькая стоит 150. Да, есть посуда подешевле в Турции, но именно Караджа, она славится своим качеством. Вот ее все турки любят. Соотношение цена и качество. 700 лир стоит набор такой. Позолоченный посудный. Они пишут, что это Био. Био-даймонд. 7. Ой, такая огромная коробка. Ну, понятно, что туристам такое уже не увезти. Это прям целый чемодан займет. Можно, честно говоря, купить обычную даже сковородку в простом магазине в 5-м Мигрос. И тоже она у вас металлическая будет служать. О, есть обычная. Пострюля. Деревянные досочки 50 лир стоят. Там есть маленькая в комплекте и большая. Керамические ножи. 4 штуки. Стоит 50 лир. Вот такие ножи стоят 100 лир металлические. Но они все одинаковые. Не утратить, когда набор много разных. Вон, большой набор караджа ножей. Посмотри, какой. 150 лир стоит 10 ножей. Для рыбы есть разделочная, нищие большие. Для мяса. И на шеф-повара. Но, видите, покупателей много. Приходят местные турки покупать. Посуда славится. Набор из трех маленьких кастрюлях 200 лир. Вот вниз. Вместе с крышечками. 800 лир такой есть. 400 лир. 280. Они, видите, наборами продают. Не каждая кастрюлька столько стоит. А сразу набор. Это очень удобно. А вот набор даже вот с разными принтнадлежностями для кухни. 430 лир. Все кастрюльки. И вот это. Ну, посмотри, какой. Есть и дорогой набор. 1799. Металлическая посуда. Ну, вот такая дорогая. А вот гранитный сет. 7 предметов. 550. Подорожали. Покупали мы подешевле. Смотри, как у нас. Вот это наше. Да, смотри, 450 он стоит. А вот это не деревянные ручки, они прорезиненные. Я маме покупала такие. Не можем вам их показать. Там видите, как много людей. Вот здесь они уйдут, подай. Покажем потом поближе. Я хочу следующие сеты показывать. 500 лир. Тоже 7 предметов. То есть, получается, просто здесь одна крышка идет на сотейник и на сковородку. И две кастрюльки с крышками. Вот в такой маленькой кастрюльке я варю манную кашу себе. Ну, бывает, кто-то со мной. Теперь муж со мной ее ест. Раньше он никогда не ел. Теперь ему без выбора. Никогда манка у меня теперь не пригорает. Вообще даже понятия не имею, чтобы она пригорела в такой посуде. А на сковородке жарим котлеты без масла. Да, в таком магазине из того, что витрина. Вот видите, как расположен. Очень аккуратно надо ходить. И можно что-то разбить. 200 лир. Вот две сковородки. Одна рифленая что-то жарить. Не только мясо. Я на них жарю кабачки. Нарезаю кружочками. Они тоже таким красивым полосками получаются. Или баклажаны. Рецептик в студию. Ну и смотри, у нас электрические чайники тут есть. Прям целая машина. Какая красивая. Стоит 1000 лир вот эта машина. Сделать чай. А вот обычные чайники. Вот 450-600 лир. Это вот электрические двойные чайники. Так же. Вот такая. Могу всем советовать вот эту штуку. Грим. Тост макеносет. Здесь называется для тостов. Тостер. У нас есть большая дома. А вот и какая маленькая переносная. Удобная. Делать любые тосты. Что угодно в ней можно поджарить. Кстати, гамбургер делал так. Даже рыбу и сосиски можно жарить. И мясо. Пистомес. Мощный. Я тарелки здесь рассматриваю. Какие красивые. Вот тарелки смотрю чисто для себя. Мы любим покупать. И покупаем даже по одной штуке. Потому что у нас в рецептах участвуют они. 15 лир стоит такая тарелка. Красивая. Красивая. Это контовка, ее нравится. И внизу. Вот эти большие стоят 18 лир. Это маленькая была 15. А есть такие голубенькие. Здесь, слушай, голубенькие красиво очень. Так. А, ну, честно говоря, на этом блюдо теряется. Мы уже смотрим глазами режиссера, как оно будет выглядеть. Как блюдце, знаете, вот как блюдце, вот реально. Я Матроскина, когда смотрю, вот одинаково. Поверни сюда, здесь постельное белье у них лежит. 250 лир вместе с пике. Сейчас у нас летом жарко, и все продаются вот в основном такие. Даже представим, как оно будет выглядеть. Ну, вот эти слоники в индийском стиле. А так, Караджа, на самом деле, очень много, очень красивая посуда для сервировки. Только посмотрите. Мы этот магазин не снимали, потому что обычно я хожу с плачевыми детьми. Но сейчас они же, правда, подросли. А вот мы снимаем уже два года, и все время проходили мимо. И я боялась, чтобы они что-то здесь не разбили. А мама сама забегала и нас где-то оставляла. Потому что если что-то тут разбить, представьте, как близко отстоит. 240 лир поднос стоит. Очень дорого. Ой, вантус, смотри. Пылесос называется на палке. Стоит 1300 лир. Со станции. Ну, кстати, очень хорошая цена. Смотри, одеяло. Вот весь комплект. 2000 лир. Вот то, что здесь есть. И вот с наволочками совсем. Они все даже не выставляют, а просто по чуть-чуть и картинку ставят. И такое у нас дарят на свадьбу. Эта невеста должна принести домой. И обычно ее родственники такое покупают. Целыми большими коробками. Там и все просто есть. Все для кровати. Тут очень много посуды. Такое дешевое на самом деле. Вот тут мы как раз-таки посмотрим отдельно тарелочку. Очень много различных тарелочек, которые мы используем в рецептах наших. То есть скидка 50% у них. Смотри, какая большая очередь в кассу. Магазин пользуется популярностью. Я вижу, что очень большая. Красиво вот эти блюда. Написано 70 лир. Но написано, что скидка 50%. Очень нравится, как они вот это в древнем стиле все делают. Их новая коллекция. Да, у посуды тоже бывают коллекции. Но тут все-таки не самый шикарный магазин. Потому что мы ходим в музей. В один магазин Марк Анталии есть. Караджа. Вот там реально ты как будто зашел в музей древности. Там столько красивой, дорогущей посуды. Чайник хочу показать. Сверху керамический. Внизу металлический. Можно его заваривать. Вот двухэтажный. И стоит 230 лир. Просто мне кто-то написал комментарий, что в керамическом чайнике завариваться будет лучше. Вот в Турции и такой вариант можно купить. А можно купить стандартный турецкий набор чайников. Стоит 244 лиры. Вот такой маленький 120. У меня муж говорит, мне не нравится, что здесь металлическая. А у меня вот подруга Эльвира купила. Я у нее пробовала, она не нагревается. Хотя у нее стоит на плите. 200 лир такой чайник. Ой, мы пришли опять в красивую посуду. Давай мы лучше покажем чайные наборы и кофейные. Все-таки кофейный набор, он занимает мало места. Стоит 19 лир. Они даже кофе насыпали для эстетики. Вот, правило, 110 лир. Вот такой 200. Есть побольше чашечки, вот эти для чая. Сахарница. Так, наверное, сахарница откуда-то есть, ценник на нее нет. Так все в коробочке такое красиво будет. 120, стоит 6. Это с блюдцем. То, что стоило 260, теперь продают за 120. А тут уже турецкие стаканчики. А такой турецкий поднос. 849 лир. А посмотри, 41 предмет вместе с чайником. Ну, если это все так, то тогда это может и выгодно. Они просто все не могут здесь выставить, очень мало места. Детские тарелочки. Раньше у нас Аня любила такие разные. С героями теперь уже выросла. Сколько такой вот стоит? Бесценно. Бесценно. На этом цены нет. Щенячий патруль, что ли? Да. Да и Барби есть. Есть цена. Есть. Смотри. 70 лир стоит сегодня этот набор. Аня бы сейчас сказала, что я маленькая. Еще купи, 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 купи. Такой красивый, стильный. 700 лир. 32 предмета. Вот и все, что здесь я увидела, мне вот это понравилось. Стамбул. А ты Стамбул любишь? Мне нравится как исторический. Я с удовольствием туда езжу, погулять. Но жить бы я не хотела в Стамбуле. Поменять один мегаполис на другой, еще больше мегаполис. Нет. Ну, вы бы знаете, что я очень люблю Анталию. Ну, вернулись мы при этих началу магазина. Показываем посуду. Здесь действительно очень много. И посуда есть дорогая. Вот видим здесь. Эвлилик пакеты. Это кто на свадьбу дарит. 4800 лир стоит. Опа. Так сразу вкинуть на посуду. А на самом деле, если по одной покупать, то же самая вообще цена выйдет. А так будет абсолютно все. Полный набор. И сразу и голова не болит. Вот здесь нарисовано, что есть. Вот за 4000. И будет и посуда есть готовить, и с чего есть. И гостей принимать. И вилки, ложки. Все будет. Смотрю, они очень любят прибегать к античности. В общем, сходишь в такой магазин, получаешь удовольствие. Ух ты, вот это стоит 1400 лир. Вот этот набор. Прям бриллиант. Да, красиво это сюда. Для готовки. Их только нет. Смотрите, куда я забрел. Прямо в жемчужину. Представьте, самое красивое. Самое дорогое. Я нашла самое дорогое. 8000 лир стоит. Вот как раз ты стоишь там. 8000? Да, 8000 лир. А жемчужина будет в комплекте? Нет, там будет только посуда, металлическая посуда, вилки, ложки, тарелки. Смотрю почти 12200 лир. Это вот он. Вау. Все, надо копить. Уже сейчас начинать. На свадьбу. Ага. Ну, вообще-то тебе невеста должна принести это домой. Сходили как в музей. Потрогали, эстетически восхитились. Мне кажется, даже надо целый шкаф иметь, чтобы хранить такую посуду. Потому что, когда вот начинаешь есть, обязательно что-то одно разобьется. Я очень расстраиваюсь. У нас есть такой шкаф, кстати. У нас есть такой шкаф. Мы там храним не только целый набор. Мы там по одному, по две, по три, по тарелочке одинаковые. Но если смотрите рецепты, видите, у нас разная посуда есть. И это не все наборами, а вот куплено так вот поштучно. Где-то увидели. О, красиво. Красивую посуду мы поштучно видели в магазине метра. Мы как-то ходим, обязательно хоть одну тарелку накопим. Поэтому они у нас копятся, копятся постоянно. Люди уже ушли. Сковородки дайте вам покажу. Это очень классно. Я имею в виду, как тип сковородки. Сколько же она стоит? А, они опять набором идут. 370 лир. Вот что идет. И держатель для ножей. Ножи отдельно стоят. Рифленая, обычная. Обычная стоит 334 лиры. А есть с этом 410 лир. Вот, смотри, сколько кастрюль. 10 лет гарантия не дают. Но она не гранитная. Обычная посуда такая. Вот это. 750 лир. Видите, сколько маленьких-маленьких кастрюлик. Есть еще такой набор. 650 лир стоит. А это 600 лир. Кстати, самый дешевый набор вот здесь. 350 лир. Он стоил 600. Они зачеркнули цену. Такая большая кастрюля. Еще кастрюля. И сковородка. И кастрюля для макарошек. Ну, знаете, качество тоже хорошее. Я получила удовольствие от посещения этого магазина. Посуду я рекомендую. Именно вот мы покупали гранитную. Пользуемся полтора года. Довольны очень. Я подарилась своей маме. Она, конечно, не пользуется так часто, как мы. Но тоже говорит нормально. Устраивает. Поэтому, если будете здесь, загляните, посмотрите. И если есть, у туриста возможность взять. Потому что, я знаю, что ограничение багажа. Пишите, что у вас всего 10 килограмм багажа. Ну, вам пишут в ответ. Ну, купите тогда еще дополнительный багаж. Потому что здесь все равно в Турции дешевле. И можете не ограничивать себя в шопинге. Вам отличного настроения. У меня настроение прекрасное. Получила вот удовольствие от посещения магазина. Чего я вам желаю. Если будете в 5 Мигрос, загляните. Даже хотя бы просто посмотреть. Все. Хорошего вам. До новых встреч, новых видео. Пишите, какие магазины вам еще интересны. Потому что магазины с постельным бельем, магазин с посудой я отсняла. Выполнила ваши рекомендации. Пока-пока. Напротив Караджа есть магазин Бернарда. Комплект посуды самый маленький. 870 лир стоит. Это явно, что дороже уже. И по отдельности кастрюля продается. Один чайник. 300 лир стоит. А получается вот эти кастрюли. Каждая по отдельности. Вот и складываете всю сумму. Похоже на борт? Да, 700 лир. 700. Гранитные. Я спросил, Бернарда делается в Турции. Они сказали. Я, честно говоря, из-за названия подумал, что это какая-то итальянская марка. Вот хайник и турецкий 250 лир. Но они все равно подороже берут, чем Караджа. Караджа все-таки побольше. Компания. И поэтому они могут немножко дешевле делать. А Бернарда я, честно говоря, вижу первый раз у нас в торговом центре.